Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня приготовила пиццу сама. Единственный косяк, который я допустила, получилось у меня тесто слишком толстое. Но зато пицца получилась очень-очень сытной. Я даже уже давным-давно пиццу не покупаю. Ананасовый сок у нас, мой любимый. Раньше постоянно покупала пиццу. Вы знаете, когда вы готовите, вы добавляете начинку столько, сколько вы хотите. А когда покупная, там тоненькое тесто, совсем немного всего. Хотя если рассчитывать расходы, почти одинаково-то и получается. Ждать доставку, спускаться, думаю, нет. Сама приготовлю. Быстренько запустила в духовку. Сама пошла делать макияж. Здесь два вида сыра. Один президент, другой обычный твердый. Рецепт я оставлю вам внизу. Обязательно переходите. Это просто идеальный способ. Кстати, когда я сегодня готовила пиццу, я сделала тесто на 4 пиццы. Получается, две испекла. Одну сейчас там мама кушает. Бабушка такие вещи не ест. Она две пиццы просто завернула в морозилку. Потом максимально просто экономия времени. Вынула из морозилки. Быстренько разложила то, что есть у тебя в холодильнике. И готовая пицца. Часто, когда приходят в гости, очень удобно. Вчера были на море. Никому не советую, кто живет в Баку, ехать на море. Знаете, как-то не то. Поехал на море и искупаться не смог. Лучше подождите. Я прям купальник, полотенце с собой. Думала, все, сейчас будем купаться и все дела. Но нет, вода просто ледяная. Где-либо надо ехать в аквапарк с подогревом. Я просто жутко мерзлячка. Вместе с нами был еще муж Жали. Он, например, искупался. Хотя я не знаю, как это он сделал. Познакомила Шелли с Жалем. Они подружились, хорошо провели время. Место понравилось. Все замечательно. Людей дофига. Все так же, как и мы. В воскресенье подумали, во, идеально. Погода офигенная. Но прямо у берега такой ветер очень холодный. Наверное, все-таки еще дней 20 где-то нужно подождать. Вкусно. На пляже увидела фигуру Жали. Такая, думаю, все. С завтрашнего дня я тоже ем один творог и занимаюсь спортом. Тишина. Но потом раскинула мозгами, так подумала. Думаю, нет, это того не стоит. Хотела взять и маму тоже. Мама комплексует. Мама говорит, вот у меня что-то там с фигурой не то. Посмотрела на пляже. Полно пухленьких, полненьких девушек даже. Не то, что женщин. Все в купальниках. Сегодня наконец-то сняли вот эти вот моменты из мамы. То, что я заказывала с сайта Shein. Большие размеры для мамы. И, наверное, завтра где-то будет видео распаковка. Вкуснотища. Просто вкуснотища. Нереально просто. Вкусно была. И у меня парень такой. Я не знала, что муж Жали тоже будет вместе с вами. Если бы я знала, я бы тоже присоединился бы к вам. Вот видите, суть в чем? Вот меня все обвиняли. Точнее, его все обвиняли в том, что с друзьями он не взял меня. Например. Здесь у нас тоже была сплошная женская компания. Я же не могу в эту женскую компанию, например, взять моего парня. К примеру. У меня нету такого, что я со своим мужчиной должна проводить 24 часа вместе. 24 на 7 мы должны отдыхать только вместе. Я сама не одобряю такой расклад вещей. Для меня идеально, когда у него есть свои друзья, у меня есть свои подруги. Я могу спокойно пойти, куда хочу с подругой. Нету никаких ограничений, что ты идешь куда-то только со мной. У нас есть дальний родственник со стороны моего деда. И вот он, прикиньте, свою жену без себя не пускает никуда. Ни с подругами. Даже салон тоже сам отвозит, сам привозит. И он это аргументирует тем, что его жена настолько красивая, что кто-то может к ней пристать, кому-то она может понравиться и так далее. Я согласна. Девушка, конечно, безумно красивая его жена. Но я бы не смогла, если мужчина мне постоянно бы где-то пас, меня бы это очень сильно начало раздражать. Ну, в общем, отдохнули отлично. Влог будет завтра. Могла бы и сегодня выложить, просто на сегодня уже видео есть. Поэтому завтра очень сытно получается. Мне кажется, для большой семьи надо как раз вот так готовить. Когда выезжали из пляжа, застряли в песке. А там сразу помогли выбраться в этом плане. У нас люди очень добрые. Все помогут. Вот если сравнивать джип и седан, моя мама, вот самая большая мечта моей мамы, чтобы я купила Audi Q7. Маме настолько нравится эта машина. Да и вообще джипы. Мама иногда мне говорит, Айка, если бы я была на твоем месте, я бы пошла себе в кредит, купила бы классную машину. Я такая, мама, там бешеные проценты. Вдруг я разобью эту машину, еще что-то произойдет. У меня еще прав нету. Пока я только новичок в этом во всем. Мама такая, а зря пока молодая. Можно взять что-то такое крутое. Что делаю я? Ну просто, да, иногда когда размышляю, думаю, какая машина жрет меньше бензина. Что выгоднее? Купить-то это легко. Еще машину содержать надо. Если это все делаю не по карману, конечно. Это, конечно, вопросы, о которых не задумываются начинающие автоводители. посмотрела на железо рулем и поняла, как же это круто водить. надо было на море испечь такую пиццу и взять с собой. пиангол. 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 Хотя там тоже можно заказать все, что вы хотите. Но нам просто такой маленький чиз-быст принесли. Это просто настолько маленькая порция, которую я нигде не видела никогда. Заказывала в разных заведениях, но такую маленькую порцию я не видела никогда. В некоторых заведениях есть просто такая тема, как депозит. например, ты приходишь, занимаешь одну из беседок и получается ты минимум должен дать счет, например, 3000, к примеру. Здесь не так. Здесь отдельная цена за беседку и отдельная цена ты еще платишь за то, что ты там поел. если ты на машине мне кажется лучше с собой. мне 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 нравится вот раньше когда мы ехали на природу, на пляж, вот вечно я заморачиваюсь по поводу еды. куплю семечки это, то, третье, десятое. Мама всегда мы едем отдыхать, а не нажраться. Я говорю, блин, когда из воды выходишь, вот реально я не знаю, как у вас, у меня такой голод просто. я немножко покупаюсь, возвращаюсь назад и все, я прям голодная. А я говорю, ага, потом мы с братом будем драться за кукурузу, которую продают там. сейчас уже мама говорит, род твоей деятельности дает о себе знать. Ты снимаешь мукбанги, поэтому вечно думаешь о еде. Ну, блин, какой отдых, если ты голодный просто. Для меня это не отдых. Я не могу настроиться на отдых. Я не могу думать ни о чем, если я очень сильно хочу кушать. Мои хорошие, пицца просто была обалденная. Не хочу себя прям расхваливать, но это реально было очень вкусно. Рецепт я вам оставляю внизу, обязательно переходите. Это просто идеальный рецепт теста для пиццы. Готовьте и в морозилку. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Пока!